ДЕТСКОЕ РАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ Необыкновенные истории обычных вещей Мам, у машинки колесо отлетело Не огорчайся, придумаем что-нибудь Не понимаю, как люди жили, когда меня не было на свете А ведь прошло меньше ста лет с тех пор, как молодой человек по имени Ричард Дрю Который, кстати, играл на банджо Случайно изобрел на его прапрапрадедушку Скотча Первого В 1923 году Ричард пришел работать в компанию Которая занималась производством наждачной бумаги Новичку Ричарду велели прекратить играть на банджо Видимо, музыкантом был не ахти И отправили следить за тестированием нового вида наждачной бумаги В магазинах и автомастерских Дрю было скучно, и он развлекался разговорами со всеми подряд Один мастер, между прочим, пожаловался Дрю, что автомобиль сложно покрасить в два цвета Граница между цветами получалась неровной Дрю поиграл на банджо, подумал и придумал Теперь-то мы знаем, что придумал он нечто гениальное А тогда Ричард принес мастеру ленту из целлофана, смазанную по краям клеем И посоветовал закрыть уже покрашенную поверхность перед тем, как наносить новый цвет Сначала все получалось неплохо, но лента быстро вся покоробилась Мастер решил, что Дрю пожалел клея Он накричал на ни в чем не повинного Дрю И обозвал его и его изобретение «скотиш», что означало «скупой» В те времена были очень сильны стереотипы о шотландской бережливости Но клейкая лента на то и клейкая, что к ней прилипает все, в том числе и слово «скотч» Ричард не обиделся, а доработал и показал свое изобретение начальству И на следующий день проснулся знаменитым Его новая лента клеила все Книги, деньги, пакеты с молоком С помощью скотча дамы сооружали прически Фермеры заклеивали треснувшие яйца перед тем, как везти на рынок Аккуратисты чистили одежду Приклеиваешь к штанам и ап! Отдираешь вместе с налипшими ниточками и пушинками А художники делали из скотча скульптуры Давай пока заклеим машинку скотчем Колесо вертеться не будет А потом папа что-нибудь придумает, понадежнее Необыкновенные истории обычных вещей